Военная песня – спутник любого солдата Великой Отечественной. Не мудрено в суровых фронтовых условиях и в постоянной борьбе за жизнь. Душа тянется к прекрасному. Одно из самых знаменитых произведений было написано спустя десятилетия после окончания войны. Однако День Победы по праву считается своеобразным гимном того победного дня. Мы с гордостью объединяемся сегодня, чтобы исполнить великую песню «День Победы» в память о героях. Пол Европы, расшагали пол земли, этот день мы приближали как могли. Съемки клипа проходили до введения режима самоизоляции на территории Кремля перед памятником Чикалова и у катера «Герой». В Нижегородской области народная акция объединила более 60 артистов самых разнообразных жанров, начиная с юных звезд и заканчивая солистами оперы. На каждого по две строчки. Казалось бы, так мало, но каждое слово и каждая пауза – это безграничный источник эмоций. Акция началась в Приволжском федеральном округе 25 апреля. Каждый день свою версию великой песни представляет новый регион. Потому марафон и получил название «Наш День Победы». До нас уже спели Мордовия, Мариэл, Удмуртия, Башкирия, Самара и Татарстан. А сегодня Нижегородская область передает эстафету Пермскому краю. Для каждого из исполнителей война – не только история страны, но и история семьи. У кого-то дед, у кого-то прадед сражались на полях Великой Победы. Мы тем самым передаем через эту песню в наше поколение, нашим детям, тот патриотизм, то воспитание, которое нам передали, в свою очередь, наши родители. Военные песни – это неотъемлемый культурный пласт музыкальный нашей российской культуры, который необходимо сохранять и поддерживать, беречь. День Победы прозвучит в исполнении артистов всех 14 регионов Приволжского федерального округа, в том числе и на национальных языках. Все клипы можно найти в социальных сетях и на YouTube-каналах по хэштегам «Песни Победы ПФО» и «Наш День Победы». Владимир Базов, Вячеслав Болякин, Ангелина Диамина, Вести, Приволжье.